Сегодня мы продолжаем вязать тапок танк. Провязали 40 столбиков с накидом, дальше до конца вот ряда мы провязываем в каждую петлю по 2 столбика с накидом. И так до конца этого ряда. В конце соединяем соединительной петлей. Делаем 2 воздушные петли для подъема и провязываем в каждую петлю 1 столбик с накидом. Всего провязываем 18 столбиков с накидом. И так продолжаем провязывать столбики. Дальше провязываем 1 полустолбик с накидом. И дальше вяжем 50 столбиков без накида. В 1 петлю 1 столбик без накида. Продолжаем вязание. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. И дальше провязываем 18 столбиков с накидом. В каждую петлю 1 столбик с накидом. И так продолжаем вязать. А теперь до конца ряда эту часть мы провязываем столбиками без накида. В 1 петлю провязываем 1 столбик без накида. В конце соединяем соединительной петлей. Таким вот образом. Нить не обрезаем. Берем стельку, которую мы обвязывали. И нужно эту стельку присоединить к этой. Обвязываем по кругу таким вот образом. Обвязывать будем столбиками без накида. Здесь в петлю и здесь. Вытягиваем и провязываем столбик. Опять эту петлю и с этой стельки петлю. И таким образом обвязываем стельку по кругу. Пришиваем друг к другу. Нить, которая здесь, мы ее должны вытянуть на эту сторону, чтобы сшить и не видно было. Вот таким образом. И дальше продолжаем. Эту нить также прячем вовнутрь. Продолжаем сшивать. В конце соединяем соединительной петлей. Делаем 2 воздушные петли для подъема и переворачиваем стельку. Дальше вяжем по кругу столбики с накидом. В 1 петлю провязывается 1 столбик с накидом. И так провязываем весь первый ряд столбиками с накидом. Продолжаем вязание. Провязываем. Провязав первый ряд, мы соединяем его соединительным столбиком. Набираем для подъема 2 воздушные петли. 1, 2. И вяжем второй ряд. Так нужно провязать столбиками с накидом 3 ряда. Один мы уже обвязали, еще 2. У кого у ребенка не узкая нога, нужно провязать 4 ряда столбиками с накидом. Но я буду провязывать 3 ряда. В конце соединили соединительной петлей, делаем еще воздушную одну петлю, обрезаем нить и вытягиваем петлю. Вот таким вот образом. Теперь нам нужно наперед связать такой вот прямоугольник. Набираем для этого 22 воздушные петли и через 2 петли в третью мы провязываем столбик с накидом. И так будем вязать в каждую петлю 1 столбик с накидом. Всего провязываем 20 столбиков с накидом. Это 1 ряд провязываем так до конца ряда. Всего нам нужно связать вверх 14 рядов. Теперь провязала 20 столбиков с накидом. В конце ряда делаем 2 воздушные петли для подъема. Так делать нужно в конце каждого ряда. Накид и начинаем вязать следующий ряд. Как я уже сказала, нужно провязать всего 14 рядов. И так мы продолжаем вязать полностью весь прямоугольник. Вот я связала прямоугольник. Теперь его нужно привязать к тапку, чтобы впереди отсчитать на тапке 20 петель и связать, чтобы было ровно здесь. И мы начинаем вязать, не отрывая нить, подхватывая здесь петлю и здесь. Провязываем столбиками без накида. И так мы обвязываем по кругу. Продолжаем вязание. Вот я привязала прямоугольник передней части танка. Дальше делаем 2 воздушные петли для подъема. И провязываем по кругу столбики с накидом за заднюю стенку петли. В каждую петлю, вот полупетлю, потому что мы за заднюю стенку вяжем, мы провязываем 1 столбик с накидом. В конце мы соединять будем соединительной петлей и в каждом ряду мы для подъема будем делать 2 воздушные петли. Таким образом мы вяжем всего 3 ряда. Первый ряд мы вяжем за заднюю стенку, 2 остальные мы будем полностью вязать за петлю. Вот здесь 2 половинки, сейчас мы за одну заднюю вяжем, а следующие 2 ряда за целую. Таким образом будем вязать. Итак, продолжаем вязать 3 ряда вверх. Продолжение вязания тапка вы увидите в следующем видео. Всем спасибо за внимание!